Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 863. События дня. Эпиграф 1 Иоанна 2,19. Они вышли от нас, но не были наши. Если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. За 27 апреля 2018 года. События дня, прошедшие на день, был раньше. Там я ходил по больницам, искал Настю, нашел ее, отвезли меня туда. Немного записал. Роман. Игнатий Тихонович, доброго времени суток. Пишет к вам подписчик и постоянный зритель вашего YouTube-канала. Очень благодарен вам и вашим общинам за такое открытое житие, через которое можно поучиться. Ваши проповеди и наставления, пропитанные Словом Божиим, не оставляют меня равнодушным, а зажигают и заставляют меняться. Сколько важного для себя и интересного узнал от вас, это и не передать. Утвердился в вере православной, благодаря вашим беседам с сектантами. Принял истинное крещение в полное троекратное погружение. Сами проживаю в Тверской области ПГТ Новозавидовской, в 100 километрах от Москвы. Но моя родня с Алтайского края, прабабка во время войны, жила близ озера Зеркалы. Мне так батюшка, бабушка рассказала. Жили в небольшой землянке и питались в основном рыбой, а потом оттуда переехали в Казахстан. Роман, интересно, есть ли такое озеро в ваших краях? Может, слышали, Игнатий Лапкин, озер на Алтае, как пишут, тысячи, и курорты есть. Но такого по названию озера не слыхал и не знаю. И в списках озер не значится вроде бы. Роман, оказывается, село Зеркалы, это в Шипуновском районе, близ озера Зеркальное. Далековато от вас, простите за беспокойство. Отвечаю другим совсем. Это есть квиток, там переписывались, когда книги кто-то покупает, и нужно послать квиток, а квитка нет. Потом прислали. Только не беспокойтесь, Володи нет, потому мне приходится ждать целую неделю, пока подойдет его замена в воскресенье. А пост, может быть, посылка не раньше понедельника. Сергей Новиков. Средства массовой информации сообщили о плане по присвоению россиянам идентификаторов. Я отвечаю. Мы это ИНН спокойно воспринимаем, как замену электросчетчиков. Один был тут с Украины. Панически боялся всего этого и сделался полностью одержимым духом лжи. Сергей. Здесь оригинальность в том, что все ранее присвоенные хотят подвезти под один. Наплодили их столько, что дикая неразбериха с этими номерами происходит. Кругом засилие не вешать. Игнатий. Скажет, до рождения добыть не может. Но ответ такой. Псалом 38, 16 стих. «За родышь мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Вот когда при отречении от Христа получил начертание, это уже отречение от спасения. От нашего Господа Иисуса Христа, которому слава с Отцом и Святым Духом во веки веков. Катерина. «Мир всем, Христос воскресе!» Христос посреди нас, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе. Дорогой Игнатий Тихонович, посылаю вам наши небольшие видеоролики. Простите ради Христа, что они неудачно отсняты. Но дело все в том, что у нас нет специальной аппаратуры, а всего лишь небольшой фотоаппарат, на котором есть функция видео. Но так как я не умею этим пользоваться, то вышло кое-как с перерывами. А один момент был перевернут, и его я вам не посылаю. А также в процессе записи я невольно делал, как оказалось потом, фотографии, которые тоже высылаем. Мне очень давно хотелось отснять видео для вас. Но вот Господь сподобил, а про этот фотоаппарат мне напомнил зять, когда я завела речь о том, как бы мне снять видео о проповеди о благовестии. Но так как я хожу одна раздавать Евангелие, то пока с этим не получается. Но я упова и на Бога. Если будет Его святая воля на это дело, видео, то с Его помощью попробую. А так как я хожу всегда в воскресенье, когда мои сестры работают в лавках, то пока не получается. Ко мне они приходят на дом для изучения Нового Завета по вашему трехтомнику после своей работы. А поэтому мы сначала ужинаем и слушаем ваши проповеди. Потом читаем Новый Завет и затем проводим собрание, на котором я им рассказываю, как я раздавала Евангелие. Может быть, потом сделаю еще запись. В эти выходные я собираюсь ехать в Москву и прошу вас, Игнатий Тихонович, ваших молитв буду у отца Кирилла. Смотрю все ваши собрания, которые мне очень нравятся. Желаю Анастасии Дроба здравия и помощи Божией, да и всем болящим. Сергею Козлову, Надежде Васильевне, Серафиме Гавриловне и другим. Вспоминая ваши две общины в своих молитвах. И да и зальет свою благодать Господь на вас, Игнатий Тихонович, протоиерея Акима Лапкина, митрополита Сергия Иванникова, и на всех, кто с вами и за вас, и да умножится радость ваша и благословение Божие. Посылаю еще свой стих, который я писала ко одним святой мученице Татьяны. Но теперь бы хотела им поздравить всех сестер с Днем Жон Мироносец. А также еще ролик со стихом для вас к славе Божией. Спасибо всех, Христос, дорогой Игнатий Тихонович. Жду ваших комментариев, замечаний, пожеланий по нашим роликам. А вот ролики-то как раз что-то не дошли или что. Все остальное получено. В этом ролике видео перевернуто. А с третьей минуты все будет нормально. Смотрите вложения. Стихотворение я написала. «Пожелания сестре во Христе. Тебе я желаю рождения свыше. Как сказано в книге святой, и тебя пусть Господь услышит. Молитесь сердечной, простой. Спеши быть избранной у Бога. Стань верной невестой Христа. Отвергнись с себя и до гроба. Не оставь своего ты креста. Не будь неразумной, а мудрой. Светильник поправь, не гаси. После ночи настанет утро. Своё масло ты не имеешь. Не проси». Христос воскрес. Проведает меня сестра старшая. «Никого, как фарисей, не осуждай. Как Мария, счастье благою избери. Как Марфа, ты Христу угождай. Как жена Лота, вспять уж не смотри. А самости в себе ты не щади. И сильной будь, как Гедеон. Как Магдалина, за Христом иди. Молись ему, как мудрый Соломон. «Пусть почва будет плодородной для семи» – образ Слова Божия. «Благословляется тобой Сын Единородный, и благодать его да сохранит тебя». Голубева Екатерина, 23 января 2018 года. И далее она выписывает все места, где по цифрами говорила, что значит. Вот просто считайте. Можно тормозить и прочитать. Толкнуть, остановить и прочитать. Юрий Соболев. Вернулся к занятий. Поймал себя на мысли, что привожу много примеров, слышанных от вас. То ли потому, что они яркие, уместные и запоминающиеся, то ли от того, что много питают с вашего стола, или то ли просто зазомбированы. Храни вас Бог. Везде посмеивается. Зазомбировали. Зазомбируй. Человек-ополучка маленький. Зазомбируй его. Евгений Трабко. В вопросе с Игнатием Тихоновичем о Филиокве я не привел еще один важный стих, который ставит очень большой вопрос о вопросе Филиокве. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешивший не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иоанна 16,7. «Пошлю, а не выпрошу отца». Ихтушенко Сергей. «Это уже вопросы взаимоотношений лиц троицы. В такие вещи, по-моему, лучше вообще не лезть. Правильно». Наталья Усатая показывает. «И вот результат. Благовестия нет, Евангелие не дают в руки людям, и получается, церкви становятся мечетями, как печально. Да еще от кого? Палестинцы. У них только одна задача – исламизировать весь Запад. Поэтому всегда в сумке надо иметь Евангелие, если есть и на других языках». Ихтушенко Сергей. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» На нашем, так называют, сейчас «Содружестве», как много приводится мест Писания. Посмотрите, вот с самого начала Екатерина Голубева сколько приводит. «Вот и попирают нас люди». Наталья. «Правильно, говорит Игнат Тихонович, в сумке надо иметь всегда Библию и Новый Завет. Когда считают эту книгу, не вникая в закон Шариата и Хадиса, обольщаются и думают, что это истина. Как мне их жаль, гостеприимные, ревностные люди с горящей верой учатся на отличное из-за монашества и нет благовестия». Получается вот такой результат Евгения Трабко. «Переписка двух священников Флоровского и Архимандрита Сахарова. Некоторые отрывки. Заметки. Как живется православие на просторах земного шара». Ну, дальше о книгах я буду тормозить, и смотрите, сколько. «Затормозите, а потом просчитаете. Я тут один, и у меня голоса уже нету на это. Продолжение следует...» Продолжение следует... Наталья Усатая. Когда чисто случайно встречаемся в супермаркете, использую время и стараюсь показать истину. Как будет, не знаю, но и она была одета по форме, но без платка, и муж бритый, как яйцо. И вот дальше Евгений Трапко приводит, все это там, переписка была до... Где-то в 58-м году еще. Ларовский. Сергей Евтушенко. Этого католического возрождения не видно совсем. Ну вот, не видно, да и все. Наталья Усатая, Евгений. Есть фильм такой на русском «Завоевание земель». Эту книгу я считал на английском. Найдите в Ютубе фильм. Там о Франции и католиках интересны. Евгений Трапко. Дальше выставляет отец Сафроний, беседует с Ларовским или он там. Философские мысли. Хорошие. КОН Holding fault. ГОН солист. Артем. ГОН солист. ГОН солист. ГОН солист. Продолжение следует... 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 кто-то из сергеев или андрей я нарежу нормально да не надо ничего кому надо тот найдет здесь она нарезана правильно да там все соединять это же не космические корабли союз с аполлоном так что грубая халтура но не знаю считать можно я сказал сделайте вот так вот там они по дорожке были по два часа пять минут сейчас надо просто глянуть поскольку она идет я тогда скажу нарезали они или нет это дорожки сейчас минутку минутку так я на доброта любя 32 59 до нарезано по полчаса каждая дорожка была по два часа если по 30 получается 4 ролика ну маленько не так как могли отрезали я это не занимался не делал и претензий к тем кто делал у меня никаких нету просто нету вот так сейчас надо посмотреть что-то еще добавили вот вошел юрий соболев вот что-то еще ну а потом а здоровье тут видно хэлт написано в общем так то тут понятно я даже не могу сказать сколько времени это сейчас вчера счет события дня в саду тут маленький садик возился с надежной сильной там обрезали старую малину выносил вывозил а так то ничего больше и нету нет не все нормально вот теперь можно показать наши ресурсы а тот мой мир сейчас в моем мире вот отдельно дальше показать наш форум вот он 1600 тем и ю тубе православный видеоканал 10750 роликов и подписчиков 18765 просмотров 18 миллионов 463 тысячи вот стою рано сегодня в два часа ночи уже нет нет не было кажется двух часов вот надо все выставить ответить много переписки то еще скрывается где-то там внизу ну и вот наши еще есть сайт православный библейский сайт вот выбираю разные вопросы на которые отвечают дети вопрос 406 открытым оком первое том а не грех ли подсматривать за детьми в потеряевке когда они работают например ответ непонятно кто подсматривать откуда за какими детьми вероятно спрашивает о детском православном трудовом лагеря станин вот я показываю дальше еще немного кто не занимался никогда судят что судят не знают так вопрос 407 вы говорили сказали восстань господи спаси меня боже мой ибо ты поражаешь ланиту из всех врагов моих сокрушаешь зубы нечестивых но у нас у всех болят зубы и у детей наших что же и они нечестивые ответ конечно и даже более нечестивые чем их родители плевелы дозревают жатве не закармливайте детей сладостями они растут с гнилыми зубами и поход ли бы как говорил достоевский десятилетние уже разбратно десятилетние уже разбратная зубы здоровья организма ну и дальше привожу притчи 30 глава 14 стих есть рот у которого зубы мечи и челюсти ножи чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми серахов 1927 одежда и осклобление зубов и походка человека показывают свойства его много смеются оскаляется это тоже в строку такие люди чаще болеют зубами поменьше смотреть кинокомедии не высмеивать друг друга глупые смехи возвышает голос свой а муж благоразумный два тихо улыбнется и так как христос пострадал за нас плотью то и вы вооружитесь той же мыслью ибо страдающий плотью перестает грешить вопрос 408 вот я буду проворачивать если дети не верят в бога и включая телевизор живут в одной квартире с нами как быть ответ не приведи господи к такой беде и дальше чтобы этом говорит святая библия осколька мест писания это ваш крест за то что не трудились над чадом своими уже при жизни пожинаете соответствующие плоды плачьте и молитесь о детях ваши чтобы бог не проклял их как хама и не предал истребление вот здесь таразакония 20 глава 17 21 стих прочитайте попытайтесь уговорить их пощадить вас и не включать когда вы молитесь или когда отдыхаете перевернуть все не удастся но может быть найдется где-то уголок в сердце и в квартире где бы вы могли уединиться сподобил бог меня поговорить с учительница старенькой моей усохшие черты гастрит артрит мать трех погибших в пьянке сыновей мы встретились у входа в здешний храм копейки проходимцам подавала припоминаю древний аврам кормил не наркоманов из подвала она учила нас раскрывших рот что бога нет ни ангелов ни черта в полдома у него большой портрет там сталин ленин портбилет протертый она гордится до седых волос тому как многих доброму учила обворовал ее один прохвост теперь пришла к церковному кадилу той похвальбы разрушенных семей варьё и пьянь сгорели все до срока туберкулезники из тюрем шлют ли ей плоды патриотических уроков с оглядкой прежней липнет у стены книжонки у киоска выбирает от стажа в парте отставки сатаны открещивать жмется ближе к краю ей невдомёк плоды ее растут гусинский щубайсы березовский вне с марксом энгельском местечко есть христу в душе я верила не атеистка вовсе ее плоды из глав администрации начальников пузатых сволочных дорвавшихся к свиным корытом власти бесплановые планы дней ночных ее питомцы не дают им пенсии лишили год так по делам же вам другой такой страны не знаю песню учила петь по буквам по слогам допелась кукарекает у храма о господи не дай ей помереть рыдать и каяться как видно ей не рано евангелием душу разогреть 14 мая 2002 года и на тело пкин вот ребенок боится темноты тут я про свой рассказы сказки фильмы вот такое дело все на это наверное сегодня хватит с богом